Новичок, прямо горяченький новичок, только что свежеподписанный, один из лучших центровых Европы прямо сейчас, сербский центровой. Никола Милутинов. Никола, привет. Ты только что подписал с ЦСКА трехлетний контракт. Ты из Сербии, наш главный тренер Дмитриев Тудис прекрасно говорит по-сербски. Ты с ним общался, и на каком языке вы общались с Дмитриевом и Тудисом? Мы говорили о сербии, и он говорит очень хорошо о сербии. Он родился там, и я очень рад, что я буду работать с ним, потому что, в моем мнении, он самый лучший в Европе, и я очень рад, что я надеюсь на новую сезон. Как ты работаешь над своей формой сейчас? Да, я уже учился в ЦСКА, и, ты знаешь, с того, как я подписывал, мы начали работать. Я вижу, насколько они хороши в их работе. Я вижу большую разницу, чем раньше, и я очень рад, что я очень рад. В нынешнем состоянии ЦСКА уже бывали твои одноклубники по Олимпиакосу, которые играли уже в этом клубе. Дани Хакетт, Янис Стрелникс. Насколько ты знаком с ними? Да, я знаю их очень хорошо, с Хакетт и Янисом. Я очень близко к ним. И еще раньше, когда я был в последнюю решение с ЦСКА, я общался с ними, и они только сказали мне о лучшем области ЦСКА, что они лучшие организации. Это как родители там, и их мнение для меня важно. Это мне очень помогло в моих решениях. Что ты знаешь о России, о Москве? Ты знаешь, я знаю, что это очень разница, чем я использовал в последние 5 лет в Грисе. Это холодно, и очень много вода на дороге. Но, по-другому, я знаю, что это очень красивый город, и один из лучших. И там много разных вещей, красивые рестораны, красивые места, хорошие шоппинг-молы. Я очень рада, чтобы обеспечить Москву. Ты говоришь по-русски? Нет, но, надеюсь, я узнаю скоро. Ну, хотя бы какое-то слово, может, ты знаешь по-русски? Любое? Привет! Отлично! Спасибо! По-моему, идеально. А есть ли у тебя какое-то прозвище, какая-то короткая, скажем так, вариация твоего имени? Или, может быть, не связанная вообще с именем? Ну, ты знаешь, в Грисе они называют меня Нико, они называют меня Милу. Это два названия греховцев. Ну, расскажи, как началась твоя вообще история с баскетболом? Ну, первое, я играл в шпинге, скажем, около 8 лет. И один день, я просто спрятался на поле, и я ударил в шпинге, и я бросил в шпинге. И, ну, после того момента, я просто, ну, решил остановиться, чтобы не идти в шпинге. И, ну, после того, как я уехал от этого, я не помню, что я сказал это, но мои родители сказали, что я просил их играть в баскетболе. Ну, вообще, я не знаю причем, почему я сказал это для моего рода и моего рода, но, ну, я рад, что я сказал это для них. И, ну, после того момента, я начался в моем доме, Новый Сад, в школе баскетболе, который называется Кадет. Я начал, ты знаешь, с моим братом, работать слегка, 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 слегка. И, когда я был 15, ты знаешь, я пошел в хемофарм. Я выбрал хемофарм, потому что тренер, который был там, Жарко Вучурович. Потому что все сказали мне, что он лучший, с молодыми ребятами и с маленькими ребятами, которые приходят, с молодым годом. Помнишь свои ощущения на драфте, когда было названо твое имя, что ты 26-й бит? Да, я помню. Также я помню, что перед драфтом я хотел идти в США, чтобы быть там, когда драфт, но это было какое-то проблем в Украине. И, понимаешь, система была закрыта, и я не смогу получить визу, чтобы туда участвовать. Но, окей, я не помню, потому что я прожил эту ночь с моей семьей и с близкими людьми. Это было тоже хорошо для меня, и, может быть, я это еще больше, потому что я был рядом с людьми, которые меня любят и поддерживают. Мне и о моих. 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 7 9 10 А ты сможешь спеть рэп? Баскетболист настоящий. Спрашивает прямо сейчас, а девушка у тебя есть? Нет, 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 нет. Девушки у меня нет, так говорит Никола. И здесь мы просто должны закончить, и все, сразу, окей. Никола, увидимся в Москве. Спасибо тебе большое, до встречи. Увидимся в Москве. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok